Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Евгения Медведева может стать ведущей ледникового периода. Александра Трусова исполнила сложный каскад. Александр Горшков высказался по поводу отстранения Евгения Плющенко. Ну а теперь обо всем по порядку. Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о тренере Этери Тутберидзе. 13-летняя Акатьева тренируется у Тутберидзе 2017 года. Этери Георгина в первую очередь справедливая. И она очень любит то, чем занимается. Мне кажется, только с таким наставником можно достичь по-настоящему великих результатов. Справедливая – это как? Обычно говорят «строгая» или «требовательная». Она не то, чтобы строгая. Знаете вот именно, что справедливая. Когда у тебя прям совсем ничего не получается, она дает такие советы, чтобы ты успокоился и исправил ошибку. То есть она не начинает сильно ругаться или еще что-то. Наоборот, говорит «спокойно», старается всячески поддержать. Софья, с переходом Тутберидзе вы не поменяли каток, но группу все же пришлось сменить. Насколько быстро удалось влиться в новый коллектив и кто вам помогал в этом? А я, можно сказать, сразу втянулся. В группе мы хорошо общаемся между собой, поздравляем друг друга с праздниками. Все друг с другом на равных, нет разделения по возрасту и все такое. Но и моя семья меня поддерживает и очень помогает во всем. Софья, у Этери Георгина вы оказались аккурат к моменту, когда началась податковка к Олимпийским играм в Февчхане. Это не мешало вам в адаптации в новом коллективе? Абсолютно не мешало, у нас же три тренера и восемь-десять спортсменов на льду. Так что внимания в любом случае хватает всем, сказала Акатьева. Также Софья Акатьева рассказала об изучении четверных прыжков в группе Этери Татберидзе. Софья, наблюдая со стороны, как Аня Щербакова и Саша Трусова крутят четверные на тренировках, осознавали, что вам тоже предстоит влиться в этот поток водисток. Такая мысль у меня бела, да, смотрела на них и мечтала попробовать какой-нибудь четверной. Конечно, хотелось быть похожей на них, было интересно, а получится ли у меня. Очень хотелось почувствовать это чувство полета в прыжке, и через несколько лет мне это удалось. Работа с такими известными спортсменами на одном катке добавляет стимула развиваться. Все нужно делать на максимуме, важно спокойно относиться к четверным, просто тренировать их и все. Мы же можем их делать так, что надо к ним спокойно относиться, но это очень круто, что почти все из нашей группы могут делать такие сложные прыжки. Когда ты так много попыток делаешь на тренировках, приходит уверенность, и ты уже не задумываешься, когда заходишь на него. Вау, это же четверной, он так сложен. Важно думать только о правильной технике, а не о том, как тяжело будет его сделать. Это только мешает. Софья, вы помните, когда и как вам предложили попробовать тройной аксель или четверной? Это произошло в декабре 2018 года. У меня просто очень хорошо получился тройной тулуп, и я видела, что четверные это возможно. Думала, значит тоже когда-нибудь смогу его сделать, ну и решила зайти на него. Естественно, я подъехала к тренерам, рассказала им, а не ответили. Ну давай на удочке попробуем. Попробовали. В какой-то момент мне сказали, что практически уже и не держит меня. Тогда разрешили делать самостоятельные попытки, и в марте я уже его прыгнула. Тройным акселем была похожая история. После тулупа мне еще больше захотелось освоить что-то новое, и я опять сама попросилась. Января начала тренироваться, а прыгнула уже в апреле, практически сразу за тулупом. Софья, неужели совсем не боялись? Алена Косторная вон отнекивалась от тройного акселя. Но нет, точно не боялась. И как-то у меня больше интереса было. После тулупа подумала, у четверной уже получился. Тройной аксель, наверное, не сложнее. И пошла, сказала Акатьева. Чемпионка Европы Алена Косторная через неделю дебютирует на соревнованиях в этом сезоне. Об этом она решила сама напомнить своим фанатам посредством поста в Инстаграме. 2020-й стал годом потрясений для российского фигурного катания, главный из которых переход Александра Трусовой и Алены Косторной в Академию Плющенко. Но если уход Саши получился более-менее бескровным, то трансфер действующей чемпионки Европы оказался максимально скандальным. Достаточно вспомнить высказывания ее тренеров и откровенный комментарий фигуристки после контрольных прокатов. По итогу Алена, хоть и тренируется в группе Плющенко, но продолжает числиться в самбо-70. А страсти до сих пор не стихают. Как и не стихают обсуждения нынешней формы Косторной. В прошлом сезоне Алена смогла завоевать золото в финале Гран-при АСЮ. Серебро чемпионата России и золото чемпионата Европы. Ожидали серьезных результатов от нее и на чемпионате мира, но он был отменен из-за пандемии коронавируса. Переход же фигуристки к Плющенко поставил под вопрос положение дел с прыжками у спортсменки. Контрольные прокаты показали, что пока чемпионка далека от своих лучших кондиций. По этой причине она заявлена на два последних этапа Кубка России. Плющенко нужно было время, чтобы вернуть одну из своих прим в тонус. Еще в июле Евгений говорил, что первоочередная задача вернуть тройной Аксель Косторной. Успела ли она это сделать, остается одной из главных интриг предстоящего противостояния в Казани. Заставляет переживать фанатов отсутствия видеозаписи с фигуристкой и ее прыжками. В отличие от ее коллеги Александра Трусовой, чьи видео прыжков появляются регулярно в Академии Плющенко на ее личной странице. Профиль Алены пока без прыжков. Будет ли Аксель? Первая интрига. Вторая выдержит ли теперь Алена конкуренцию с Трусовой, которая также заявлена на этап в Казани. Не будет ли смотреться она проигрышнее на фоне мастера прыжков в Ультра-Си? Третья интрига. Улучшилось ли качество катания ранее одной из самых лучших в этом компоненте фигуристок в сборной? Молчание Плющенко в соцсетях вокруг Косторной абсолютно понятно. Он старается оградить Алену себя от давления, не давая комментаторам включиться с критикой раньше времени и выигрывая себе дополнительные дни для огранки катания подопечной. Трусова смогла заявить о себе на этапе в Москве. Теперь дело за Аленой. Российская фигуристка Александра Трусова выучила каскады из тройного акселя и тройного тулупа. В официальном инстаграме Академии Ангела Плющенко появилось новое видео с тренировки, на котором Александра Трусова прыгает тройной аксель и прицепляет к нему тройной тулуп. Ранее фигуристка прыгала этот элемент Ультра-Си только сольно. Напомним, Александра Трусова впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях в октябре 2020 года, прыгнув его в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве. Элемент был исполнен без чистого выезда, поэтому фигуристки не прибавили за него дополнительные баллы. Ранее она делала попытки исполнить этот прыжок на соревнованиях, однако они завершались падениями. 8 ноября в Казани стартует четвертый этап Кубка России Ростелеком по фигурному катанию. Главная интрига соревнований – противостояние Александра Трусовой и Алены Косторной. Чуть больше, чем за неделю до старта этапа, стало известно, что в Казани призерки последних чемпионатов Европы, чемпионатов России и финала Гран-при могут оказаться без своего тренера Евгения Плющенко. На платформе Change.org появилась петиция с требованием отстранить Плющенко от участия в Кубке России. Как отмечается в тексте, адресованном на имя президента Федерации фигурного катания Александра Горшкова, Евгений Викторович должен быть отстранен от четвертого и пятого этапов Кубка России за нарушение пункта 6.11 «Правил вида спорта фигурного катания на коньках», утвержденных приказом Министерства спорта России. Речь о пункте, в котором участникам соревнований, в том числе и тренерам, запрещается несоответствующее поведение, выражающееся в нарушении тренерской этики. Плющенко вменяют резкие неэтичные высказывания по отношению к другим тренерам и спортсменам, по отношению к оценкам, выставляемым судьям на соревнованиях. Отмечая состав нарушений, Плющенко наносит ущерб репутации Федерации фигурного катания России в мировой среде, связанной с фигурным катанием, так как Евгений Викторович является тренером спортсменов, входящих в состав сборной. «Просим принять меры», – пишет автор петиции. На данный момент петицию пописали 1022 человека. Ранее Плющенко раскритиковал судей на втором этапе Кубка России, по итогам которого Александра Трусова, перешедшая к нему в межсезонье от Этери Тутберидзе, обыграла экс-подругу по «Крустальному» Камилу Валиеву. «Я недоволен оценками в короткой программе. В 14 лет нельзя ставить десятки за компоненты. 10 баллов Валиевой – это невозможно. Так чего мы делаем из фигурного катания?» – «Цирк», – заявил Плющенко, недовольно низкими баллами Трусовой и Высокими Валиевой и другие ученицы Тутберидзе Дарьи Усачевой. Во время третьего этапа Плющенко раскритиковал судей за низкие оценки Елизаветы Туктамышевой, ученицы его бывшего тренера Алексея Мишина. «Какой Лиза должна быть с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером три, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте. Или мы можем теперь просто красиво кататься, очень красиво вращаться, закрывать глаза на ошибки на прыжках, не рисковать, не прыгать 3.5 и быть выше Лизы? «Я за справедливость судейства в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок ультра-Си в короткой программе, так как это все-таки прежде всего спорт наивысшее достижение, а не только катание», – писал Евгений Викторович в Инстаграме. Президент Федерации фигурного катания Александр Горшков прокомментировал петицию. «Честно говоря, я о таком не слышал. Может быть, это и было где-то опубликовано, но в Федерации мы такого не получали», – рассказал Горшков, услышав о создании петиции. «Александр Георгиевич, люди седают на нарушении Евгения Плющенко тренерской этики. Еще раз говорю, мы никакого официального документа не получали. Может, это кто-то что-то где-то и опубликовал. Но, честно говоря, я противник всех соцсетей, поэтому никогда не смотрю подобное. Александр Георгиевич, а если вам придет официальное обращение? Я никогда не говорю относительно того «будет-не будет». У нас ничего такого нет». Этап в Казани станет дебютным для Алены Косторной после перехода от Пудберидзе к Плющенко. Вместе с действующей чемпионкой Европы работает тренер Сергей Розенов, который также в межсезонье покинул сам по 70. На этапе в Казани выступит ученица Этери Дудберидзе Майя Хромых. 14-летняя спортсменка на юниорском чемпионате мира 2020 года заняла 4 место, уступив двум подругам по «Хрустальному» – Камиле Валиевой, Дарье Усачевой, а также американке Али Силью. Хореограф Илья Авербух сообщил, что Евгения Медведева могла стать ведущей ледникового периода в этом сезоне. Сейчас шоу ведет Алина Загитова и Алексей Ягудин. «Мы действительно давно предлагали Жене участие, и для нее всегда открыты двери проекта. Она блестяще справилась с ролью ведущей ледникового периода «Дети», который получил премию «Тэфи». Но Женя сказала, что она в этом сезоне сфокусируется на спортивной карьере. Конечно, сложно совмещать и то, и другое. «Мы с большим уважением относимся к ее решению. Думаю, будут еще не раз телевизионные проекты, в которых Женя вместе со мной примет участие. Много разных событий уже произошло. У Жени она вернулась к Этери Дудберидзе, потом случилась травма, из-за которой она вынуждена пропустить турнир. Желаю Жене поскорее восстановиться и выйти на соревнования. А когда она решит идти другой дорогой, мы всегда будем рады вместе сотрудничать», – сказал Авербух. Также тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Евгения Медведева может стать ведущей шоу «Ледникового периода». Авербух заявил Медведева в «Ледникового периода». «Давайте это решение останется за Женей. Она сама разберется. Многое будет зависеть от состояния ее спины. Через боль кататься невозможно. Если она справится с этим, то шанс увидеть в спорте есть. Если нет, то, скорее всего, Женя завершит карьеру. Вижу ли я ее ведущую в «Ледниковом периоде?» Почему нет? Красивая девушка с титулами, известная», – сказал Жулин. Субтитры создавал DimaTorzok